добрый день коллеги сегодня наша марка наклеена в уголок титульного листа толстой такой пачки бумаги исписана мелким почерком так в моем понимании выглядит речь адвоката подготовленная бессонными ночами конечно чаще всего речи не пишут уже от руки их печатают но в моей голове почему-то именно этот образ интеллигентный федор плевака при свечах пишет каллиграфическим почерком завтрашнюю речь перед присяжными в этом есть шарм то романтики нашей профессии и интеллектуальной составляющей да и вообще чего греха таить речь это наше главное оружие потому что за нами нет вот этого государственного оперативно-следственного экспертного аппарата у нас коллеги из оружия только и есть что интеллект выражаемый устно через речь за то что он ударил другого человека по лицу мы с вами его убьем вот мы задались вопросом которым рано или поздно озадачивается каждый из нас периодически или регулярно ведь наша речь направлена против обвинения в уголовном процессе но ведь не на судью мы не против судьи и говорим для него для судьи а судья иногда просто не хочет слышать или не слышит градостроительные правила нормы до 2005 года строительная организация привлекает денежные средства инвесторов и тут вопрос в условиях вертикальной судебной иерархии выстроенной административной дисциплины какое вообще значение имеет речь перед судьей как заставить фемиду услышать то чего и слышать не велят где эти самые кнопки совести вы знаете от чего зависит убеждение когда нас слушают это вопрос на который отвечаются времен аристотеля он первый наверное из философов попытался ответить на этот вопрос и собственно сначала для нас ответил на вопрос что кроме философии еще существует наука риторика и прежде чем ответить на этот вопрос я скажу словами уже другого философа который определил формулу что такое судебный оратор и так это был цицерон и это собственно формула и будет ответом на вопрос кого слушают в процессе и со времен цицерона нужно сказать ничего не изменилось и он сказал что оратор должен обладать первое мудростью философа изощренностью логика памятью юриста жестами и грации великих актеров голосом трагика и наконец языком поэта и цицерон сказал и все и этого будет достаточно для того чтобы вас слушали но если чего-то одного из этого не хватает вас могут не услышать во все времена адвокатская речь речь профессионального адвоката в суде она всегда преследовала две основные цели первая цель это донести до суда ту позицию которую реализует защита в процессе донести ее предельно четко предельно убедительно со всеми доводами со всеми доказательствами а вторая цель эта цель как раз побуждение вот мы должны убедить судью в правоте своей позиции убедить его вынести решение в пользу нашего доверителя если говорить о том что существует некая вертикальная иерархия в судебной системе она существовала всегда посмотрите первые речи к вентиляно цицерона включая самые последние речи везде всегда адвокаты пытались как-то этому противостоять что касается кнопок мне кажется что когда мы работаем в профессиональном суде судьей профессионалом давить на кнопку совести не всегда эффективно конечно можно и нужно это делать если к этому обязывает само дело и сама оппозиция но наверное все-таки целесообразнее нажимать на другую кнопку кнопку которая обязывает судью мотивировать свой приговор вот поэтому каждый раз когда мы излагаем свою позицию речь перед судом нужно представить себе что например решение уже не в пользу нашего доверителя уже есть какое-то негативное решение и мы опровергаем спорим его спорим с этими доводами нельзя заставить человека понимать то за непонимание чего он получает зарплату известный наш правозащитник сергей адамович ковалев говорил что в наших судах возможно победа только мораль судейская совесть во многу связана не с правосудием а связана с верностью установкам вышестоящего руководства позиции коллектива никто не хочет быть белой вороной и конечно своей карьере нельзя вредить ну и своей семье поэтому для судьи когда он вспоминает о совести он вспоминает того мальчика или девочку который учится в академии правосудия и возможно станет судьей как папенька или маленькая я бы сказал что теперь в цифровую эпоху мало кто работает на совесть все работают по технологиям если говорить о технологиях я бы указал на три фактора очень важно первый фактор свой чужой судья лучше относится к тому оратору судебному кого знает вот поэтому прокуроры охотно устанавливают неформальные связи с судьями пьют чай ходят на охоту но и вы знаете своих судей каково их прошлое чем они увлекаются какие правовые дисциплины им больше нравятся как они себя ведут грубят или наоборот утонченно любезны на языке мёта под языком лёд ну и так далее вот если вы чем-то похожи на судью и покажете это он будет слушать вас второе это перевод стрелы судья не хочет обычно брать на себя ответственность или точнее ему легче взять ответственность если он может указать на другой источник проблем ну например говорит что следствие такое плохое что я не мог вынести обвинительный приговор и это будет воспринято хорошо в некоторых случаях судьи надо просить чтобы было трое судей тогда судьям легче распределить ответственность троих сразу не накажут вот если один судья то ему тяжелее и последнее это престижность информатора вот третий элемент технологии лучше воспринимаются заявления которые приписаны авторитетному для судьи источник председателю верховного суда председателю своего суда что гораздо лучше губернатору президенту восстановлению пленума верховного суда вот тогда позиция адвоката воздействует на судью гораздо лучше эти вот цитаты от коллег володиной насонова и пашина на века переслушайте и запишите я вспоминаю свою первую речь суде я еще даже адвокатом не было первый адвокат которого я вообще встретил был юрий михайлович боровков член еще первого состава совета фп а он защищал одного нашего сотрудника на фирме в которой я работал юристом в 90-е и меня назначили общественным защитником который просил взять на поруки оступившегося члена коллектива это боровков придумал чтоб я выступил я честно говоря заслушался речи адвоката а судья просто вот смотрел в окошко причем перед прениями в зал суда уже вошли конвойные по числу подсудимых очевидно какой приговор он уже вынес и вот я начинаю говорить и судья на меня смотрит и слушает боровкова не слушал а меня слушают я так воодушевился если честно хотя конечно толку от моей речи не было никакого а слушал он меня потому что я вообще там за многие годы оказался один такой общественный защитник и судье было просто интересно чего я такого могу сказать не более того так стоит ли говорить в пустоту и как защитить свою речь от попыток судьи тебя заткнуть и перебить нет пустоту говорить смысла нет но единственный способ заставить слушать себя это говорить что-то интересное по существу и коротко никаких других секретов нет и быть не может не нужно говорить лишнего а если вы говорите профессионально грамотные по существу вас будут слушать для судей во многом речь защиты это такой шум иногда назойливый иногда обыденный но на улице едут машины вот и адвокат говорит судья все время это слышит вспомните виктора югу собор парижской богоматери там квазимода судил его судил не он судил а квазимода судил судья глухой и судья прекрасно справлялся со своей работой не слыша никого потому что он знал что обычно говорят люди попавшие в суд и вот он приговорил квазимода к порке их выставлению на колесе так вот чтобы судья не воспринимал выступление как шум обычно полезно с судьей говорить о том что ему интересно и что способствует отписыванию дела без риска для суд если вы заинтересовали судью опять-таки психологи называют это сдвиг мотива на цель если вы чем-то неожиданно привлекли его внимание и как-то выделили это дело из череды обыденности то судья вас слушать очень полезно также у некоторых судей которые слушают не очень понимают но потом интересуются а что же сказал адвокат очень полезно письменную речь или конспект речь что еще лучше приложить протокол вот таким образом вы закрепляете эффект вашей речи я считаю что адвокат ни при каких обстоятельствах пустоту не говорит даже если мы работаем судьей который уже вынес приговор который уже готов подписать некий обвинительный текст в котором все наши доводы отвергнуты то мы наверняка будем добиваться правоты и добиваться справедливости в вышестоящих инстанциях мобилиации касаться надзоре благо их много этих инстанций и вот поэтому когда мы говорим с неслушающим наш нас судьей мы все равно говорим с судом в целом мы говорим с касаться мы говорим с надзором то есть я считаю что нет не бывает ситуации когда нет смысла выступать с речью потому что судья нас не слушает судья это представитель всех судебных инстанций которые будут дальнейшем и мы все-таки свою задачу должны выполнять как избегать прерывание и затыкание со стороны судей но первое не нужно давать повода не не нужно повторяться вот есть в риторике такие виды повторений как анафоры и пифоры но это риторический прием это незаметное повторение во вторых как мне кажется лучше структурировать свою речь если судья прервал какой-то ее этап нужно сразу перейти к этапу номер два третьих существует такая техника план а b c если есть какая-то важная мысль если судья прерывает нас именно в этот момент мы можем остановиться но потом снова вернуться уже в варианте b нас прерывают снова мы возвращаемся снова варианте c но естественно не нужно поддаваться на провокации нужно всегда быть контрастом а вот тут хотелось бы обратиться к общественной совести как правильно называют присяжных не общественным мнением их называют общественной совестью речь перед присяжными о том как говорите что написаны книги учат на курсах в том числе наши сегодняшние эксперты это просто корифеи в области построения судебной речи перед присяжными давайте спросим чего говорить присяжным точно нельзя чтобы не испортить нашу подготовленную речь есть процессуальные правила участие в прениях и первое правило которое иногда нарушается ссылаться на доказательства которые не были предметом исследования в процессе есть строгая регламентация именно этих прений собственно она близка к регламентации любых прений нельзя найти доказательства ссылаться и в обычном процессе но здесь это выдерживается гораздо строже поэтому нужно понимать что вы говорите не перед юристами вы должны быть понятны и вы тоже должны говорить четко с определенной целью что вы хотите донести до них я считаю что в суде присяжных защитник должен помнить три слова понимание запоминание и доверие вот это те задачи те цели которые реализуют работы с присяжным поэтому первое нужно чтобы нас присяжные поняли вот это это сверх задачи далее для того чтобы нас поняли нужно быть также предельно краткими но не ущерб содержанию безусловно обязательное структурирование выступления сознание присяжных эта структура должна быть отражена ну и наконец второе нужно обеспечить средства запоминания уважаемые присяжные запишите эту мысль и наконец третья задача доверие мы должны вызвать доверие своей речью поэтому не нужно каких-то искусственных чрезмерных скажем так театрализованных приемов вообще нарочитость чреватой ущербности ну и наконец нужно не создавать ситуацию когда судья нас прервет не нужно его провоцировать вот поэтому например ссылаться на какие-то моменты что были незаконные воздействия на присяжных или некоторые адвокаты любят допускать такие суждения например никто от суммы от тюрьмы не застрахован каждый может оказаться на скаме подсудимых или например не представлено ни одного обвинительного доказательства обвинительных доказательств нет хотя прокурор битый час что-то там представлял вот мне кажется здесь нужно быть максимально корректными потому что любое прерывание судьей нашей нашей коммуникации нашего выступления бьет по этим целям понимание запоминание доверия я думаю надо усвоить что присяжные это не объект манипуляции кто вы когда общаетесь с присяжным я думаю позиция благожелательного собеседника очень хороша не надо думать что присяжные глупее вас их нельзя унижать вот я помню один умник выступая перед присяжными начал с того что вы не профессионалы конечно вы ничего не поняли в этом деле но уже сейчас я вам расскажу как она на самом деле ну конечно решили против него присяжные но и доказательства были слабые и обидел он присяжных то есть вот категорически нельзя унижать присяжных маяковский прав барскую заносчивость скорее до нашего масса разбирается не хуже ваш если у вас слабые доводы то полезно чтобы присяжные чуть-чуть вот заранить в них сомнение в их компетентности конечно не в лоб например как иногда делают что сперва рассуждают о сложной экспертизе и присяжные говорят боже мой как все это тяжело и непонятно а потом адвокат оборачивается присяжным говорит господа присяжные сейчас я вам попроще объясню что там и присяжные понимают что они недостаточно компетентно а вот еще добрый адвокатом все объясняет нельзя это я много раз видел в судах нельзя изображать хозяев жизнь когда адвокаты его подзащитный небрежно цедит через губу и полагают что сейчас вот прямо их всех и оправдают я слышал от присяжных очень нелицеприятный улзов об адвокате известном адвокате лощеный паразит во они были одеты с иголочки барышни блистали золотом немногие присяжные могут похвастаться хорошим гардеробом и драгоценностями они смотрели на этих хозяев жизни и видимо кое-кто их люто ненавидит а главное ведь судоговорение идет вы же от нас зависите думать присяжные а не показываете нам уважение думаете что вы сейчас нас как пешки на доске расставите и все будет как вы захотели ну и наконец нельзя проявлять некомпетентность самому адвокату типичная форма некомпетентности это путаница в фамилиях и именах свидетелей потерпевших и самое жуткое своего подзащиты когда адвокат не знает толком как зовут присяжных для присяжных это проявление лютой некомпетентности чё ты к нам пришел если ты не знаешь кого ты будешь я соглашусь со всеми коллегами лично я как участник проекта суд присяжных на нтв сотни раз мог услышать как моя речь перед присяжными формировала этот самый вердикт у кого какие мнения пожалуйста я полностью согласна с адвокатом я считаю что это превышение необходимой меры обороны здесь не было умышленного убийства и свидетельницы это я не доверяю которая сама последствия сидящая где-то там поэтому я считаю что это не умышленное убийство адвокат вывел на вот эти вот войны между за интересантами вот кто-то в земле чиновниками и теме то есть исследование проводила не хватает а их нет исследований да я не знаю меня и обвинение вроде бы пыталась убедить и адвокат защита но вот что-то не хватает вот да это были не настоящие присяжные в ненастоящем суде но речь я готовил сам они по формату программы случайные люди должны были вынести вердикт и они его выносили как настоящий чуть ли не дрались совещательной комнате а мы участники проекта имели право подсматривать через операторскую как они там спорят иногда по часу так вот крайне сложно на них воздействовать я вам скажу и почти все что написано в современной учебной литературе по поводу речи перед присяжными правда но может и не сработать на мой взгляд если уголовное судопроизводство для нас это как шахматная партия то вот речь перед присяжными скорее напоминает партию в нарды может и не повести даже если ты продумал свою речь а может наоборот повести вот в одном процессе я знаю настоящим причем в составе коллегии присяжных из шести человек оказались две барышни сектантки христианского толка и они там прямо совещательные толдычили не судите да не судим и будете им осталось уговорить всего одного присяжного и все оправдательный приговор вот кому-то повезло на речь никак на это не влияло но наша марка рекомендует не рассчитывать на везение готовится к любой речи ибо другого оружия у нас товарищей нет всего доброго с ним была плутовка такова сыр выпал с ним была плутовка такова так но и и Субтитры сделал DimaTorzok